Почему я под этим словом написал? Понятно, что Астер, Астра, Астанта. А теперь гость программы. Нафорсил древний феранс и сталь. Пожалуйста. А Вы основываете свои исследования на звуковых совпадениях? Нет. Во-первых, самая крупная звезда на нашем небоскоре – это Венгера. По названию, то, что она на сотворении этой богини являлась, назвали вообще все звезды. Но на этом я не остановился. Вы сейчас думаете, что… Нет, я на этом не остановился. Пытливость не позволяет. Мне этого недостаточно. Что-то не хватает. Хорошо. Была у древних ингусов богиня Дара. Богиня – спасительница. У древних ингусов. И у наших есть богиня Дара. А Вы знаете, в чем разница? В чем разница? Во-первых, это на сотворении ополярной звезды. Опять же, ополярной прародине нашей, да, Вишни, подтверждение. То, что она над головой всегда у вас была. У них, у древних индусов, скажем… Я индусам говорю, потому что никто не знает в те времена, как они выглядят. Может, они далеко не были с этими точками между глазами. Тара – это уже хранительница. А есть в Владимире слово «тара» – емкость, да, вместилище. Оно же и является хранилищем. Если ты хочешь сохранить, в тару ее положи. Тара затарится. Ну, если затарится, то значит и старится. Чего интересно. Велик Самблазов возвести… Возвести пример русского слова «стар». Что означает «стар»? Извините меня. А кто вам сказал, что «старый» – это обязательно пенсионер? А где же эти молодые слова «стар»? За Талином? Сталином. Сохранившийся. Тара. Хранительница. Это то самое слово «старый». Тар. То. Т. В немецком языке звезда. Штерн. Можно, ладно? Я двойник. Подождите. Вы, наверное, подумали, что я на этом оставался. Нисколько. Я пошел дальше. Нет, я продавал. И этого маловато. Я разлю другую версию. Таранец. 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 В русском языке «таранец» – это «торкать». Значит, у скандинавов бог Тор. Этот бог молнии и этот бог молнии. Небесного огня. Вот сейчас мы подошли уже к светиму. К огню подошли. То есть та хранительница очага огонь принесла. Тар – небесный огонь. Таранец. Небесный огонь. Что-то связано с ударом. Есть такое слово, в английском языке как «charm». Что в русском языке имеет прямой анал. Тер. Терровый путь, когда они говорят, они применяют это слово. Через те аналии звезды. Тер. Это колючка. Том. Колючка. Тер. Вот сейчас здесь звезда и колючка. Ребята, хорошо. Вот теперь мы подошли к русскому названию светилы. Раньше в нашей крепости наши предки говорили не звезда, а звезда. И в чешском языке это данное хранитель у нас остался. Они там говорят звезда вместо звезда. В сербском языке церменная звезда, ну звезда мы говорим, но я всегда ничего не напоминаю шарм, колючка, звезда. Ну что ж ты наспрашаешь, а в украинском и белорусском так осталось золочкой языка, то есть взаимодействие языка и зерка. Просто в славянском, в гвоздь, в миске зерк, зерк, то есть всегда зерк, остался этот гвоздь, причем тут гвоздь и звезда, это гвоздь, это название потому, что он сквозит, потому он и гвоздь, он делает отверстие сквозит, сквозит. А по предалию наших предков небесная твердь была небо, что представляла из себя небо, небесная твердь, продырявленная, через которую небесный огонь освещал, поэтому не звезды светили. Так они думали, такие ли они дураки были? Нет, разве не слышали теорию, что любая звезда это и есть дыра, просто есть черные дыры, а есть белые дыры. Материя к нам просачиваются в наш мир. Иногда антиматерия, иногда вот светлая материя. Я бы все-таки остановился на таре. Вы знаете почему? Потому что тара это емкость. Возможно звезда, тот понимал в том плане, что звезда это некая емкость, которая излучает свету, потому что получается и с таром. То есть излучает емкость, которая что-то излучает. А ребята, она точно излучает себя. Кто бы посчитал, что ни то, ни другое, ни третье? Нет, я знаю, нет, вы сказали просто про богиню. А как это слово «слей»? Какой же там корень? А? «Слэй». По-английски что буду? Напишите, пожалуйста. «Слэй»? «Раб». Вы не знаете, как пишут слово «раб» по-английски? «Слэй»? Да, все, все, я корю. Где там корень русский? Нет, ну почему так? Мы славяне, а для них славяны. А, все, все, я мысль корю. Почему? Не потому, что славяне всегда были рабами для них, мы их понимали. Хотя бы для Рима, да, скажем так. Мне кажется, это напрямую, напрямую связано с русским словом «слаб». Вот почему-то уверен я в этом. Вот ключевое слово здесь «почему-то». Очень правильно, девушка. Вы почему-то не хотите других версий. А, ну, нет. Еще вопрос, а не есть. Прилегите, мне. А почему именно ангельский? Я могу сейчас, вот на скидку сломать, потому что на самом деле в основе лежит всего, конечно, латинский язык. Например, и слов «дес», «день», понятно, да? И слов «менс», 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 «менсис». Я хочу провоцировать, как «матер», «патер» и так далее, да? Солнце, пожалуйста, «нокс», «ночь», там, я уж вам, ну, не знаю, «копия», это значит, ну, «большое количество», «бульска» и так далее, как надо, да? «Турис», «пура», «секурис», «секиро», что еще там может быть? Наши слова «пешком», да? Вот, потом, что оно слово «нос», «нас», 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 «нас». Если во что, греческий язык возьмем, если, например, головой такой «эй, ми», ну, там, берем, знаешь, как делать, мы это не считаем, а это иметь, почему они производят эти языки языков? Тем более, что у нас, если так есть, то проще производят наши, ну, как все это не существует. Потому что это противоречит вообще всяческой логике. Дело в том, что все это, все языки развивались параллельно. Нельзя сказать, что кто-то применяет чей-то язык. Вы, может быть, этого хотите? Тогда для вас будет все в этом свете выглядеть так. Я этого не хочу. И мои исследования меня больше в этом убеждают. Языки развиваются параллельно. Вот, допустим, кто-то сразу оплатился за день. Все, английский язык, раз такие примеры есть, значит, он из русских произошел. Я так не ослепился, не ослепился сказать. Потому что самый английский язык – это сборная солянка, да? Но и ни от него не произошел русский язык, ни от русского английский язык не произошел. Я, когда вступительную статью читал, я упомянул этот момент исторический, что мы развивались на каком-то этапе, были одной общей семьей. И до последнего момента, когда-то мы разошлись, и вот где-то зафиксировался этот корень у них, а у нас язык пошел дальше, разумеется. И поэтому столько много английских слов имеют сходство с древними русскими словами. Есть слово такое вот... Это понятно, я по-другому говорю, почему выбор именно английский язык? А я отвечал не разу на ваш вопрос. Английский язык, как представитель германских других языков, максимально приближен к русскому языку. Плот не только до кормения, но и окончания, но и при старте, и тогда при том. Прошу, перейдите за временем, мы без 15,6 должны...